Сегодня КАМАЗ презентует свою главную новинку – магистральный тягач нового поколения 54901. Все особенности нового КАМАЗ 54901 были известны задолго до нынешней презентации. По большому счету КАМАЗ раскрыл подробности и характеристики на выставке Комтранс двухлетней давности. Уже тогда автопроизводитель заявил, что эта модель станет первым премиум грузовиком российской марки. Коротко напомним, новинка получит кабину от Mercedes-Benz Actros текущего поколения, но двигатель будет КАМАЗовским. Это рядный шестицилиндровый турбодизель объемом 12 литров, 380-550 лошадиных сил. С разработкой нового мотора КАМАЗовцам помогала компания Липхер. На первый тест-драйв российский автогигант позвал около 300 гостей, среди которых журналисты, дилеры, а главное крупные перевозчики. Именно владельцы автопарка, в котором вскоре предстоит покупать отечественные грузовики нового поколения, помогли найти 5 главных недостатков модели 54901. Стартовый ценник новинки 6 миллионов 436 тысяч рублей. Для справки, так называемый КАМАКСКОР модель 5490 сегодня предлагается дилерами по цене около 5 миллионов. В стоимость принудительно входит трехлетний сервисный контракт, покрывающий гарантийный период. С опциями, вроде ретардера, ценник новинки вырастает до 7 миллионов. В свою очередь, за 7 миллионов сегодня можно купить новую Scania или базовую версию Mercedes Actros. Так что обещания, будто новейший КАМАЗ будет стоить на 15-20% меньше, чем исходный Mercedes-Benz, вроде бы выполнены, но чисто формально. Все ждали, что со всеми опциями грузовик будет стоить примерно на миллион дешевле. До декабря 2019 года машины будут проходить испытания, поэтому продажи статуют только после завершения тестов. Впрочем, лишние километры тестового пробега не помешают, ведь межсервисный интервал увеличен до 120 тысяч километров против нынешних 80. Хотя автопарки уже сказали, что планируют менять масло вдвое чаще. В это трудно поверить, но в базовую комплектацию не входит моторный тормоз. Напомним, ретардер нужен, чтобы снижать скорость автопоезда без использования тормозной системы. Так что покупателям грузовика стартовой версии придется сжечь тормозные колодки на длинных спусках, вместо того, чтобы пользоваться тормозом-замедлителем. Кстати, стоимость топового исполнения не называется, потому что такое просто пока создали. Сейчас авторы грузовика вынуждены очень часто повторять слово «будет». Будут электронные ассистенты, будет дистанционный запуск. К сожалению, к старту продаж многие вещи банально не успевают сделать и приладить. Это печально, но факт. Как только тиражи нового 54901 станут достаточно большими, выпуск недорогого 5490 будет свернут. Более того, представители автозавода даже назвали точную дату, когда 5490 отправят на пенсию. Это конец 2021 года. То есть выпускать недорогие, а потому популярные Камаксоры будут еще два года. Не очень понятно, зачем КамАЗ решил показывать 54901 именно сейчас. Те экземпляры, что сегодня показывают публике – предсерийные образцы, у которых довольно много недостатков. Так что оценивать отделку салона или качество сборки на текущий момент просто не имеет смысла. Кстати, широкой публике модель представят на осенней выставке Комтранс. А еще удивляет, что абсолютно новый грузовик до сих пор обходится без собственного имени. Согласитесь, презентовать 54901 просто не солидно, хотя КамАЗ обещал выбрать название еще два месяца назад. Но предложенные публикой Арус или Интро были забракованы, а новые маркетологи почему-то не придумали.